Уже имбратья, субханаллах, пролетает время, вот как будто мы вчера с вами говорили о том, как встретить месяц Рамадан, зашел Рамадан, прилетел Рамадан, потом вступил Шаваль, пролетел Шаваль, говорили о шести дней поста в месяц Шаваль, потом в месяц Дзуль-Ка'ада, вот Дзуль-Ка'ада пролетает, уже на следующей неделе, в пятницу, 7-го числа, начинается первый день в месяце Дзуль-Хиджа. Что такое Дзуль-Хиджа, субханаллах? Что такое Дзуль-Хиджа? Посланник Аллаха, салла Аллаху алейхиму ассаляму, сказал, «Ма мин айям, аль аммалу салиху фи хинна ахаббу илла Аллаху мина хадихи ла ашр». Нету других дней в этой жизни, не существует других дней, в которые бы благие деяния были бы любимы Аллаху, субханаллаху, нежели как эти первые 10 дней Дзуль-Хиджа. Если самые любимые ночи, последние ночи месяца Рамадана, то самые любимые дни перед Аллахом, субханаллаху, это первые дни месяца Дзуль-Хиджа. Даже ученые говорят, что 10 дней Дзуль-Хиджа более любимы перед Аллахом, субханаллаху, чем последние ночи Рамадана. Почему? Ученые говорят, потому что в эти дни все столпы ислама вместе собираются. В другие дни невозможно собрать. То есть 5 столпов ислама. Шахада. Аля иляхи ла Аллаху мина Мухаммада Руслама. Мы всегда говорим шахаду. Намаз мы читаем как в этот месяц, то и в другие месяцы. Постоянно читаем намаз. Закат. Человек бывает, год проходит, он выдает закат. Может в любой месяц дать, то есть как год только прошел. Пост. В Рамадане держим также Дзуль-Хиджа, благие деяния, в другие день Арафа, день Ашура. Но однако в этот месяц есть еще один столб, который не может быть в другие месяца, это хадж. Это совершение паломничества.